Всем привет! Вы на канале Crypto Commons и сегодня поговорим о важной стратегии, о стратегии Margin HODL, которую я сам придумал, по которой я торгую. Это стратегия, грубо говоря, инвестиции с небольшим плечом. Это стратегия среднесрочной и долгосрочной торговли с небольшим кредитным плечом. Собственно, если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и все такое прочее. Смотрите, ну давайте перейдем сразу на графики, а еще лучше на биржу, и я покажу на своем опыте, что я имею ввиду, на своем примере. Очень прикольный был комментарий только что, но он куда-то то ли чел его удалил, то ли я случайно его удалил. В общем, я извиняюсь, чел там пишет, что чувак, Гринни, ты типа набираешь все это и сейчас на 30% просадке, там по 30 тысяч долларов, да? Но ты ведь, говорит, набирал и год назад по 10 тысяч долларов, то есть вот здесь. И типа тебе относительно пофигу, ты все равно находишься в плюсе, да? И говоришь, что рынок бычий. Ну да, во-первых, так и есть. Во-вторых, конечно же, мне не пофигу, я тоже переживаю, как и вы, что мы упали так сильно. Но я стараюсь воспринимать это как возможность закупиться со скидкой перед продолжением роста. И чувак говорит, скажи, пожалуйста, что же делать тем, кто зашли в рынок недавно, накупили на хаях вот здесь, накупили биток по 60, дэш там по 300, по 400. Что им делать? Ну, ребята, что вам делать? Во-первых, вы решаете сами. Я просто вам говорю, что делаю я. И акцентирую ваше внимание на том, что тренд в целом восходящий. Это не значит, что мы не можем там его сломать или что там еще поконсолидироваться. Но в целом в долгосроке, если вы посмотрите на крипту, то тренд у него восходящий. Причем и у Дэша, и у Зикэша, и у всего остального. Поэтому, что я вам могу рекомендовать? Самое безопасное, что вы можете делать, это, конечно же, торговать без плеч. И просто докупать по любой цене в долгосрок. Это самая рабочая стратегия. Ну, вот, допустим, смотрите. Вот у нас биток, да? Вот вы купили здесь. Но вам для этого деньги нужны, нужно понимать. Вы их зашли по 60. Биток упал. Вы берете, покупаете здесь еще. Если вы покупаете здесь столько же. Допустим, вы купили на зарплату. Здесь вы покупаете на следующую зарплату. Ну, или на ту часть зарплаты, которую вы можете себе позволить. Если вы покупаете здесь столько же, то есть вы здесь купили 1x долларов или рублей, здесь опять на 1x, то у вас средняя цена, получилось, как будто я 9 римскую нарисовал, то у вас средняя цена входа стала вот эта. То есть у вас средняя цена входа уже примерно 45. Средняя цена. Потом дальше что происходит? Если мы снова упали, вы покупаете еще больше вот здесь. И это самая рабочая стратегия. Она самая простая, но самая верная. То есть вы купили и здесь, и здесь, и здесь, и здесь вы тоже купите, если начнет расти. То вам в целом в долгую пофигу. Вы как бы с каждой новой покупкой усредняете свою цену ниже. У этого есть только маленький небольшой риск, что все, крипта это полный скам. И мы упадем вообще тут за дно, и все. И вы как бы потеряете все свои деньги. Такой риск есть, но он, скажем так, очень невелик. Вот, поэтому смотрите, дальше что происходит? В итоге, даже если это медвежий рынок, неважно, вы просто тупо напокупали здесь, здесь и здесь. И в итоге все пошло наверх, и вы в крышесносном баснословном профите. Это самая простая стратегия, если ничего не усложнять. Просто докупайте на любой просадке. Потому что посмотрите, исторически, если взглянуть даже на логарифме, то если бы вы покупали даже здесь на пике прошлого рынка, и здесь на пике прошлого рынка, и здесь на пике прошлого рынка, и здесь, вы бы все равно были в плюсе уже сейчас. То есть, если у вас есть несколько лет, чтобы ждать, то не вопрос, покупайте по любой цене. Теперь, те, кто хотят все-таки больше торговать и стараться урвать что-то от рынка более-менее здесь и сейчас, я никому не рекомендую скальпить с большим плечом. Не вопрос, это можно делать, мы вчера провели стрим со Славой Аксенсусом с канала Russian Family Off Market Cypher. Вы можете скальпить хоть на 5 минутках и зарабатывать на каждой этой свечке. Но я так не делаю, никому не рекомендую, рекомендую я делать среднесрочные трейды с небольшим плечом. Я называю эту стратегию Margin HODL. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что вот здесь вы ни в коем случае не должны были покупать с плечом Long, потому что мы уже сделали 6x, как бы меньше, чем за полгода примерно. Здесь уже вы должны были разгружать свои плечи и ждать вот этого. Вот здесь уже на свой страх и риск вы можете покупать Long с небольшим плечом. Допустим, если вы встанете здесь с плечом x2, это будет означать, что у вас цена ликвидации будет в районе там 17-15 тысяч долларов. Но зато потенциальный профит, когда мы вернемся обратно на 60 тысяч, вы заработаете уже не x2, а x4 с плечом x2, понимаете? Потому что ваш профит потенциально удваивается. Вам и до ликвидации нужно будет всего 50% вниз, то есть с плечом x2 минус 50% и вас размазало. Поэтому тут вы начинаете рассчитывать риски. Дальше вы начинаете понимать, окей, я не хочу так рисковать, вдруг мы упадем на 14 тысяч, правильно? Вдруг мы вот так вот кольнем и потом только улетим to the moon. В таком случае вы не должны брать сейчас плечо x2, вы сейчас можете набирать на споте без плеч или взять плечо, скажем, x1. Такие плечи тоже есть, 1.5x, в таком случае у вас цена ликвидации будет очень низкая, где-то там в районе 10 тысяч даже или ниже. И тут вы сможете добрать еще. Допустим, если вы увидите сильную диповую свечку, как вот эти, вы можете брать на них плечо, второе там не знаю какое, третье на свой страх и риск и ехать спокойно туда. Это что касается кросса и марджина, но также вы торгуете на фьючерсах, я знаю, вот, допустим, смотрите, мои лонги, которые я набрал уже где-то, не знаю, месяц назад, наверное, вот на этих просадках, я добирал тут, тут, они вчера были в более хорошем плюсе, и я даже думал закрыть часть плюса 50% в целью перезайти потом, но я не стал этого делать, потому что я посмотрел и понял, что вот, допустим, по эфиру мы все еще в зоне накопления, реаккумуляции, и я буду закрывать уже где-то ближе к трем тысячам часть, часть сделок. И теперь, что я на это смотрю и вижу, думаю, блин, сейчас, когда я начинал писать видео, я думаю, блин, начался дамп. Вот, типа, а стой, надо было закрыть часть сделки, да нифига, посмотрите, мы идем волнами. Вот, посмотрите на эфир, мы, я, в принципе, тут тоже думал закрыть часть сделки, вот тут, но потом, посмотрите, что было, потом я ушел в минус, да, или где моя цена входа, ну не в минус, вот к моей цене входа, и потом мы отросли еще выше. То есть сейчас опять мы будем, профит будет идти в минус, но потом в какой-то момент следующая волна наверх пойдет, очень вероятно. Поэтому я не забираю пока профиты, несмотря на то, что, ну, как бы вчера можно было их забрать, но с другой стороны, понимаете, вы заберете, а потом вы не перезайдете в нужный момент уже, вот что. Поэтому margin hodl, стратегия заключается в том, чтобы вы могли спокойно держать вот такие позиции, пережидая просадки, и это зависит только от вас. Вот по дэшу тоже мой фьючерс лонг, я вчера мог забрать несколько тысяч долларов, но я не забираю. И мы сейчас можем опуститься даже к моей цене входа, и даже ниже мы можем опуститься к моей цене входа, тогда я буду просто добирать еще, потому что я верю в то, что это отрастет. Опять же, это дисклеймер, это не финансовый совет, это то, во что я верю. Если вы верите в другое, вы можете также margin hodl держать свои шарты. Но я верю в то, что если мы вот сейчас болтаемся возле этого дна, и уже были почти 500 долларов, пробивали, то мы как минимум сейчас улетим куда-то на 300. Поэтому я готов ждать и сидеть в просадке, рассчитываю свою цену ликвидации и добирать еще аккуратненько. То есть стратегия margin hodl заключается в том, что чем сильнее мы падаем, тем вы, рассчитывая риски, больше увеличиваете свое плечо. Это дисклеймер, еще раз говорю, это Мартин Гейл, это очень опасная история. То есть вы увеличиваете ставку, как бы, на отскок. Но дальше, когда приходит отскок, вы уже по средней хорошей цене, по вот этой, грубо говоря, зашли, и тут также вы плавно выходите. То есть на самом деле очень важно плавно разгружать позиции, плавно забирать прибыль. Я вот, в принципе, этого не сделал, потому что, еще раз говорю, я жду хотя бы вот такого отскока. Но даже сейчас, даже вот на этом минимальном движении, отсюда до сюда, вот, я бы мог уже забрать плавно часть прибыли и убрать ниже цену ликвидации, снизить риск. В принципе, это разумно делать, если вы прям скальпите-скальпите, и у вас небольшой депозит, то, наверное, да, вам надо все это делать на часовках. Но на часовках сложнее предугадать. Видите, тут вроде бы лонговый был сигнал, зеленая точка, потом бац, красная точка, и сейчас мы видим шортовый. Но я верю в то, что это будет ложный шорт. Я никого не призываю шортить, я жду от него вот такого выстрела наверх. Так что, ребят, не знаю, вот как-то примерно так объяснил, надеюсь, понятно, надеюсь, было кому-то полезно. Дисклеймер, не финансовый совет, вот, все ссылки в описании. Внизу этого видео вы находите ссылки на все лучшие биржи, на которых мы сами торгуем. Bybit, Femix, Binance, Ascendix, Balonix, Dudex. Telegram-чат, подписывайтесь, рабочие обменники для ввода и вывода крипты. Все полезные видеоуроки. Подписывайтесь на Russian Family of Market Cypher, очень классный канал, где тоже делают переводы, зарубежные аналитики и туториалы по индикаторам. CryptoCommons 2.0, тоже подписывайтесь, если вы не подписаны. Ну и смотрите все полезные ссылки по крипте здесь. А я что могу сказать, мы падаем, я не паникую, я буду добирать. Еще раз в сухом остатке, я думаю, я вам правильно все донес то, что думаю. Индекс страха и жадности в зоне страха. Покупай страх, продавай жадность, как гласит мудрость. Так что, финансовый совет дисклеймер, ребята, я жду зеленых свечей и ходлю свои маржинальные позиции. Желаю вам профит и иксов и до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok